Много лет наука утверждала, инопланетян не существует, а человек является венцом Вселенной. И любой ученый, рискнувший порассуждать на эту тему, автоматически попадал в разряд тех, у кого не все дома. Но вот несколько лет назад был запущен первый орбитальный телескоп, и выяснилось невероятное. Оказывается, нас окружают сотни, тысячи планет, на которых возможна жизнь. И если это утверждение уже научный факт, то выходит, что инопланетяне действительно существуют. Надо сказать, что на инопланетян человечество охотится давно. А вот каковы результаты этой охоты? Давайте посмотрим. Спутник Юпитера Европа прекрасно подходит для жизни. Такое сенсационное заявление сделали специалисты НАСА. И вот почему. С помощью космического телескопа «Хаббл» они обнаружили на поверхности Европы водяной шлейф. Вы видите уникальные снимки, сделанные с помощью космического телескопа. Это гейзеры Европы, извергающие в атмосферу водяной пар. Только представьте себе, что высота этих струй пара, вырывающихся из недр небесного тела, достигает 200 километров. За 15 месяцев наблюдений астрономам удалось составить точную карту гейзеров и сделать шокирующий вывод. Европа обитаема. Ведь для появления биологической жизни нужны всего два условия – вода и энергия. На этом снимке, сделанном еще в 1977 году, ледяная поверхность Европы покрыта сетью трещин. Их вид говорит о том, что под ледяной коркой находится огромный соленый океан. А водяные гейзеры свидетельствуют об активной вулканической деятельности в недрах небесного тела. Значит, Европа подогревается изнутри, как и Земля. Кто живет на Европе? Человечество точно узнает в 2022 году, когда к спутнику отправится оснащенная специальной аппаратурой межпланетная станция. А пока астрономы Земли лишь готовятся к контакту с таинственной космической жизнью. С каждым годом их становится все... Теперь столкнуться с ними может каждый. Люди стремительно взмывают в воздух без помощи сложных летательных аппаратов. Как они это делают, с первого взгляда понять невозможно. Магнитное поле? Антигравитация? Темная энергия? В 2015 году прошли официальные испытания реактивного ранца, джетпака, на турбореактивной тяге. Фантастика стала реальностью. Однако главной тайной остается то, где конструкторы увидели прототип подобных аппаратов. И почему идея создания индивидуальных летательных приспособлений так крепко засела в голове у человечества? Очередную сенсацию недавно произвела вот эта реактивная доска. Глядя на современные разработки, исследователи древних цивилизаций выдвигают шокирующую гипотезу. Все это было известно человечеству уже тысячи лет назад. Все те, кто в древнем эпосе назван богами, прилетевшими с небес, использовали именно такую технику. Сегодня мы назвали бы ее летающей платформой. Именно так описываются в индийских ведах боевые города и колесницы богов. В легендах Древней Руси и Востока это ковер-самолет, ступа Бабы Яги и сапоги-скороходы. А ряд исследователей и вовсе считает, что древние майя строили свои пирамиды без верхушек специально, чтобы туда приземлялись боги. Но кем же тогда были боги? Свидения об этом зашифрованы в древних священных книгах, считают исследователи. Обратимся к Библии. Малоизвестный апокрифический текст «Жизнь Адама и Евы», не переведенный с арамейского на латынь, гласит «Господь приказал архангелу Гавриилу отправить Адама на огненной колеснице в рай справедливости, откуда Адам вскоре запросился обратно на землю. Господь под пение ангелов спустился с небес на колеснице, которую несли херувимы». Пророк Езекииль, вот он, например, описывал, как прилетал Господь на некой колеснице, которая была из четырех колес. По бокам были огнедышащие такие головы, которые извергали из себя пламя. Вот. Был жуткий звук, стоял грохот, когда эта колесница приземлялась. Но это все говорит лишь о том, что, скорее всего, это был некий летательный аппарат, который прилетал на Землю. Летательный аппарат до нашей эры? Можно ли архаичный язык древних текстов настолько толковать в пользу высоких технологий? Австрийский профессор Альгунд Энбом постарался непредвзято взглянуть на древние источники, и его ожидал ряд невероятных открытий. Существуют удивительные артефакты, которые в доколумбовые времена индейцы оставляли в нишах гробниц. Это золотые самолётики, изготовленные из тумбага, сплава меди, золота и доли серебра. И эти найденные золотые самолётики обладают самыми совершенными аэродинамическими свойствами. Вот эти самолётики. Деревянная модель в руках учёного – копия находки из древнего египетского города Саккара. Артефакту не меньше пяти тысяч лет. Научная версия гласит, что это стилизованное изображение насекомых. Однако в неё не верят даже археологи. Уж слишком очевидно отсутствие реального сходства. По крайней мере, в фауне Южной Америки насекомые с такой внешностью уж точно не числятся. К тому же трудно не заметить некоторые технические элементы фигурок. Самое интересное в этой птице то, что это не птица. Ни одна анатомическая деталь не соответствует птичьей анатомии. Крылья у птиц находятся там, где у людей руки – на плечах. Это же моноплан с высоко расположенным крылом. А эти небольшие планёры найдены в египетских захоронениях. Они выполнены в форме птиц, но при этом, по заявлениям специалистов, способны преодолеть довольно длинные дистанции. Чтобы подтвердить или опровергнуть свои догадки, Альгунд Энбом спросил мнение авторитетного египтолога и ждал любой реакции. К его удивлению оказалось, что они сделали ещё одно важное открытие. Профессор был в восторге. Он сказал, что, по его мнению, это, я цитирую, «приспособленная для полётов мин-птица». Я не знал, что мне думать, и он объяснил. В додинастические времена, где-то 5000 лет назад, в Древнем Египте существовал культ мин, культ плодородия. В ходе этой ежегодной церемонии, это задокументировано в сохранившихся источниках, в разные стороны выпускали птиц – на север, юг, восток и запад. И он меня спросил, «Вы можете себе представить, что можно запрограммировать птицу лететь в одном единственном направлении?» Конечно, нет. Птица полетит туда, куда она хочет, а не куда ты её хочешь направить. А с помощью этих моделей можно было имитировать полёт птиц, запуская их катапультой в нужном направлении. И он сказал, что для него это как раз недостающее звено в объяснении культа мин. Древние птицы действительно летают. Несколько лет назад двум немецким авиационным инженером Альгунду Энбому и Петеру Белтингу удалось создать масштабированную копию этих самолётиков культа мин. Конструкторский проект базировался на найденных в гробницах инка в золотых украшениях. Эти крохотные объекты выполнены в форме летательных аппаратов, причём на крыльях некоторых из них даже имеются пушечные турели. Испытательный полёт состоялся в 1997 году на конференции Общества древней астронавтики в Орландо, штат Флорида. Конструкторы утверждают, что не внесли в исходную форму ничего нового и на 100% сохранили оригинальные аэродинамические характеристики. Конечно, речь идёт лишь о миниатюрных моделях. Но Энбом настаивает, что у этих моделей могли быть более крупные оригиналы. В частности, он предполагает, что золотые фигурки были не украшениями, а игрушками, наподобие современных миниатюрных солдатиков или танков. И я видел старинные фигурки самолётов. Там каких-то летательных аппаратов, ракет, тарелок, ну и всего прочего. Это говорит о том, что наша цивилизация, по всей видимости, не последняя на земном шаре. И, возможно, были до этого какие-то цивилизации, которые были развитые. Ещё неизвестно, как мы появились здесь, на этой Земле, и откуда мы прилетели. Возможно, что-то на Марсе случилось. Возможно, мы оттуда переселились. Вот кто его знает. Потому что это покрыто мраком. Если мы имеем в наличии модели воздушного транспорта, которые были обнаружены при раскопках древних цивилизаций, то можем предположить существование технологически развитого общества тысячи лет назад. Но, скорее всего, древние люди просто наблюдали эти летающие машины, которыми управлял... Более того, во всех мифах говорится, что это колесницы богов. Фрески, которыми изобилуют, ну, прежде всего, египетские храмы, уже, так сказать, не только пирамиды и храмы там и так далее, изображают летательные аппараты, вертолёты. Почему на этом египетском вертолётке сверху такая коробочка? Оказывается, самыми эффективными вертолётами были те, у которых под винтом какая-то турбина стоит, в какой-то вот такой вот, ну, квадратном ящичке в таком. Тяга больше получается. Это один в один то, что нарисовано, выбито на фреске, там, которой 6 тысяч лет. Это кто делал? Вывод, который делают наши эксперты, несмотря на всю его невероятность, вполне логичен. Похоже, небо над Землёй в далёком прошлом бороздили инопланетные летательные аппараты. Не та раса людей, которым принадлежит нынешнее человечество. Другие какие-то были создания, существа и так далее. Обычный эстонец, Виргамид, в конце 60-х пытался вырыть колодец на своём участке под Таллином. На глубине 6 метров он наткнулся на железную плиту. Выкопать её не удалось, и фермер пустил в ход отбойный молоток. С трудом отколол пару фрагментов, и тут, наконец, в колодец хлынула вода. Хозяин участка осколки из интереса отдал химикам. На этом спокойная жизнь владельцев участков по улице Хабекусса, 34, кончилась. Экспертиза показала, это сплав, который невозможно создать на Земле. Оказалось, под домом Таллинца лежит гигантская круглая летающая платформа. НЛО, закопанный под Таллином, естественно, засекретили. Он получил кодовое обозначение «Объект М». Эта невероятная история наделала много шуму в Эстонской ССР. Никто не знал тогда, чему верить, но сегодня нам её расскажет человек, чьи слова просто невозможно подвергнуть сомнению. Советник президента Российской Академии Наук по спецтематике, заслуженный создатель космической техники, доктор физико-математических наук Александр Иосифович Елькин. Допуск секретности не позволял ему общаться с прессой. Это его первое в жизни интервью телевиденью. И оно сенсационно. Я специалист в области космических исследований, космических, специалист по материаловедению, прочность создания материалов новых. Поэтому меня интересует один вопрос, интересовал, который помог нам создать материалы наподобие инопланетных материалов. Значит, в усадьбе Мирвине в Эстонии под колодцем в итоге нашли инопланетный зонд. Осколок, который заслуженные ученые сейчас держат в руках, это тот самый образец инопланетного материала. С 1970 по 1982 год он побывал во многих НИИ и лабораториях Москвы, Ленинграда, Киева. Сплав состоит из 38 элементов таблицы Менделеева, многие из которых в природе между собой несовместимы. Говоря языком науки, образец является собой сильно магнитный, композитный, армированный кальциево-железо-кремниевыми волокнами материал, матрицей которого является металлическое стекло. Применение сплавов подобного типа в качестве конструкционного материала в авиационной технике неизвестно. Такой вывод сделал Александр Елькин, изучая вещества. Нам выделили большие средства, несколько миллионов долларов на аппаратуру, благодаря которой мы стали изучать этот материал. Нас интересовала прочность. С этой точки зрения я стал рассматривать этот материал, необычный. И вот когда мы изучили этот материал, который мы взяли из инопланетного зонда, это были работы тогда секретные. Значит, мне было поручено, тогда в АПК военно-промышленной комиссии были в Кремле, этот материал раздали ряду институтов, как я уже сказал, в том числе и нам. Но главное, данные о химическом составе, структуре материала позволяют заключить, что это не кусок метеорита. А именно, высокотехнологичный сплав, предназначенный, скорее всего, для обшивки межпланетного корабля или зонда. Отсюда и его свойства, которым наши ученые сразу нашли практическое применение. И вот оказалось, что этот материал имеет теоретическую прочность. Почему? Потому что в нем нет дефектов. Он не имеет кристаллов. Это можно назвать металлическое стекло или аморфизованное железо. Мало этого, он армирован волокнами. Такой материал нас заинтересовал. И мы начали изучать его. И научились делать высокопрочные пленки. Но и это еще не все невероятные свойства образца. Оказалось, он обладает неизвестной энергией, которая влияет на людей. Осталось более 300 анкет, где исследователи материала делились своими впечатлениями. Все реагировали по-разному. Одних било током, другие чувствовали тонкую вибрацию, третьи ощущали кусок, как холодный, у четвертых остались на руке ожоги. Но откуда этот облом? Пионер русской биолокации, доктор-геолога минералогических наук Николай Николаевич Сочеванов тоже был подключен к изучению объекта М. В 1991 году ученый провел биолокационные исследования, на основании которых зарисовал форму предмета. Вот часть его доклада. В результате биолокационной съемки установлен овальный контур объекта с поперечником около 15 метров. Глубина его верхней границы от 3 до 7 метров с погружением на восток под углом 35-40 градусов. Примерно одна треть объекта находится под жилым домом. Судя по удельному весу образца, вес только оболочки объекта составляет около 200 тонн. По предположениям ученых, он пролежал в земле несколько тысяч лет. В конце 80-х вокруг загородного дома Миттов развивались бурные события. Геологи пытались определить, где лежит объект размером с пятиэтажку, как его извлечь из-под дома и, главное, сколько же он весит целиком. Тогда еще не было подъемных кранов, способных поднять более 100 тонн. Не обошлось даже без тех, кто называл себя экстрасенсами и пытался установить связь с владельцами аппарата. Шумиху в прессе удалось унять опровержением, где было сказано, что никакой железной плиты под домом Миттов нет, а осколки – обыкновенный чугун. Общественное мнение этому поверено. А после 91-го года, когда распался Советский Союз, из этого места, усадьбе Ревлинии, где как раз лежал этот образец на глубине примерно метров 20, диаметром 8 метров определили, нам пришлось всем уйти, и туда залезли американцы, японцы и начали изучать. Когда в Таллинн прибыла экспедиция из Японии, вся территория была разбита веревками на квадраты, как при археологических раскопках. Японцы начали рыть землю. Однако вскоре выяснилось, что с полученным разрешением не все чисто. Точнее, американцы сами захотели вести исследование. Разразился международный скандал. Правительство Эстонии запретило работы, и японцы были вынуждены собрать аппаратуру и удалиться. На данный момент дом по улице Хебескуссе 34 все еще стоит на своем месте. По официальной версии, буровики так и не нашли никакую железную платформу. По крайней мере, целиком ее из-под дома МИТОВ никто не доставал. Впрочем, теоретически ее могли разрезать и извлечь по частям. Есть данные, что японцы получили материал с характеристиками объекта М. Впрочем, как и Советский Союз. Александр Иосифович признался, инопланетные технологии давно используются в нашей стране. Мы используем и делаем бронежилеты по этой технологии. Мы используем в защите техники военной. Ну, в частности, раз уж теперь написали в открытой печати заместитель директора Уралвангодзавода, вы знаете, что проект танк «Армата», проект «Армата». Ну, использовали там. Заявление сенсационное, но не единственное. Вот уникальный документ, который, возможно, свидетельствует, что советские спецслужбы интересовались неопознанными летающими объектами. его опубликовал Александр Масолов, авиационный инженер, занимавший должность замруководителя секции по изучению аномальных атмосферных явлений Российского научно-технического общества радиотехники, электроники и связи, то есть научной комиссии, которая изучала летающие тарелки. Он утверждает, что эту бумагу ему передал действующий в то время офицер КГБ. Это вот в начале перестройки, когда тут из архивов начали тащить все, что надо и не надо, из архивов ЦК, из архивов Минобороны. Мне один, значит, из людей, которые были, так сказать, близки к этой документации сохраняющейся, вот, причем, так сказать, он заранее попросил, чтобы я не... ее анонимность была соблюдена, он передал такой документ. на бланке их комитета государственной безопасности. По мнению Масолова, в документе идет речь о транспортировке сбитой летающей тарелки. Это инструкция для командира одной из воинских частей, охраняющей обломки корабля пришельцев. В связи с имеющимся указанием министра обороны СССР и председателя КГБ СССР, прошу вас передать захваченный объект спецконвою. Данный объект надлежит тщательно охранять до прибытия спецконвоя. Доступ к объекту категорически запрещен любым должностным лицам, работникам партии и госноменклатуры. Эвакуация объекта будет произведена в ночное время суток. Все мероприятия, связанные с обеспечением секретности, подконтрольны лично председателю КГБ СССР и министру обороны СССР. любые изменения состояния объекта малейшие сдвиги не допускаются. Обо всех изменениях температуры, радиоактивности и тому подобного немедленно докладывать в центр. Судно можно сделать вывод, что наблюдения, естественно, были. Не только наблюдения, посадки, но и вот такого рода случаи. Надо сказать, что неопознанные объекты порой становились даже фактором международной политики. 28 ноября 1977 года на 32-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций премьер-министр Гренады Эрик Гейр сделал сенсационное заявление. Вот выдержка из этого выступления. НЛО вылетают прямо из воды рядом с нашими кораблями. Они преследуют суда и создают угрозу жизни моряков. Я сам видел летающую тарелку, которая угрожала нашему судну. Это невозможно забыть. Я призываю правительство всех государств рассекретить все имеющиеся материалы по изучению инопланетного разума и объединить усилия для того, чтобы обеспечить безопасность человечества. Согласитесь, услышать такой из уст целого премьер-министра удается нечасто. Сенсационное выступление премьер-министра Гренады обсуждалось, но уже за сокрытыми дверями. Известно, что по итогам был подготовлен проект резолюции ООН, согласно которому изучение неопознанных объектов должно проводиться под международным контролем. Под эгидой ООН планировалось отправить международную экспедицию в район Марианской впадины. Именно оттуда приходила большая часть сообщений о неопознанных подводных объектах. Однако неожиданно в дело вмешался постоянный представитель США при ООН Эндрю Янг. На резолюцию об изучении неопознанных подводных объектов он наложил ВЕТО. Сегодня, спустя 40 лет, можно с уверенностью сказать, правом ВЕТО Янг воспользовался после того, как получил правительственную телеграмму из Белого дома. Ее текст был рассекречен совсем недавно. В телеграмме было написано буквально следующее «Заблокировать инициативу ООН любой ценой». И подпись «Президент США Джимми Картер». Гиперзвуковые ракеты и беспилотные платформы, боевые беспилотники с технологией стелс и танки-роботы, вооружение шестого поколения, позволяющее побеждать в сетевых войнах, это влияние инопланетных технологий или торжество человеческого интеллекта. В 1995 году на Урале в районе нижнего течения реки Балбаньо геологи обнаружили вот эти вольфрамовые пружинки. Находка сразу же стала сенсацией, ведь артефакты были найдены на шестиметровой глубине в пластах, которым больше трехсот тысяч лет. Самые крупные из них всего три сантиметра, самые мелкие это сотые доли, 0,03 миллиметра. Их лучше рассматривать под микроскопом. Вот было установлено, что эти артефакты состоят из редких металлов вольфрама и молибдена. Но самым крупным сюрпризом, и это подтвердила экспертиза в одном из московских институтов, оказался возраст этих объектов около трехсот тысяч лет. Вопрос, кто же мог изготовить эти удивительные вещи в ту пору, когда еще наши далекие предки бегали по земле все покрытые шерстью? В том же 1995 году в противоположном конце страны на Кольском полуострове был обнаружен вот этот металлический обломок, состоящий из чистого вольфрама. Металлическая пластина, так называемый обломок НЛО, который хранится у меня в архиве, по тем анализам, которые мы проводили, она состоит из вольфрама химически чистого 99,9%, плюс ряд примесей, редкоземельных материалов, один из которых является телуридом палладия, который в принципе не используется в металлургии современного вольфрама. Размер пластины примерно 8 на 4 сантиметра, толщина где-то миллиметров 5, ну и естественно достаточно тяжелая, как любой вольфрам, ну где-то около 200-210 граммов, вот как мы ее замеряли. Никто в исследовательской экспедиции под руководством пермского уфолога Эмиля Бачурина ни секунды не сомневался, что это фрагмент летающей тарелки потерпевшей крушения. Пластину вот этого металла, как мы называем облома канулы, можно использовать, например, в двигательных установках. У вольфрама есть одно очень замечательное свойство, при температуре абсолютного нуля, это намного ниже 200 градусов, минус 200 градусов, вольфрам приобретает свойство сверхпроводимости, то есть он позволяет создавать очень такие энергоемкие энергетические устройства, ну например, на такую пластину можно намотать кусок медного провода и КПД такого устройства будет приближаться к 100%. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok КПД Именно так они заявляли с высоких трибун. В 1948 году лётчикам с военной базы Кингсвилл удалось сбить летающую тарелку. Заявление, которое сделали военные, стало настоящей сенсацией. Они утверждали, что к ним в руки попала не только летающая тарелка, но и три гуманоида. Там было три трупа карликов, четырёх палых, у них руки с перепонками, лысые головы, кожа, как у рептилий, чешуйчатая, серого цвета кожа, но серовато-голубовато, серовато-зеленовато, вот такие у них цвета. Все гуманоиды погибли, и установить полноценный контакт американцам так и не удалось. Сегодня мало кто догадывается, что в Советском Союзе контакт с гуманоидами всё-таки был установлен. Много лет военные держали эту информацию в строжайшей тайне, но сегодня учёные, которые имеют к ней доступ, раскрывают карты. Единственное, что можно сказать, что некие случаи, ну, скажем так, падения неких аппаратов, ну, благодаря катастрофе или благодаря тому, что их сбили, какие-то, значит, наши системы имели место. Вот они имеют место быть. Дальний Восток, город Дальнегорск. 29 января 1986 года в 1955 по местному времени более 20 человек стали свидетелями полёта светящегося шарообразного объекта. Это был идеально круглый шар, окружённый вакуумной внутренней оболочкой и красного цвета это плазменная оболочка была. НЛО двигался параллельно Земле и горел красным светом. Затем начал стремительно снижаться под углом 70 градусов и упал на вершину известковой горы. Она известна в городе как высота 611. Зарево на вершине горы видел весь город. Очевидцы сравнивали его с электросваркой или замыканием на ЛЭП. Неужели действительно НЛО? Спустя три дня на месте происшествия уже работала группа исследователей, в составе которой были не только уфологи, но и военные. Перед вами артефакты, найденные на месте крушения НЛО в Дальнегорске. Металлические капли, стеклянные шарики и сверхпрочные сетчатые пластины. Химический состав найденных объектов позволил предположить, что созданы они отнюдь не на земле. Были собраны все частицы, которые могут представлять интерес для науки, кроме пустой породы. Совершенно случайно, это, ну, приходилось зимой, это же дело было зимой, январь, февраль, значит, ложиться на живот, ползать там, значит, и с помощью пинцета и лупы подбирать из грунта вот эти все частички. Ну, при этом же использовались и магниты. Вот, кстати, именно с помощью магнита был выловлен кусочек внешней обшивки этого корпуса, потому что он был сильно намагничен. Но почему от огромной летающей тарелки осталось всего несколько небольших частиц, куда делись крупные обломки? Не мог же в самом деле летательный аппарат бесследно раствориться в воздухе. Некоторые исследователи заявляют, это было не крушение. 29 января 1986 года на высоте 611 была совершена управляемая посадка инопланетного летательного аппарата. Я узнал об этом, как бы, так сказать, не по собственной воле, а мне рассказали, ну, что называется, под подписку. Информация об этом инциденте просочилась в прессу. О нем много писали и говорили, утаивая лишь одну деталь. В Дальнегорске на высоте 611 произошел контакт с пришельцами. А теперь внимание. Экспедиция, в составе которой были ученые и военные, поднялась на высоту 611 через три дня. Все они давали подписку о неразглашении и подписку о невыезде, потому что работали с государственной тайной. Число людей, знающих о самом главном артефакте, который там был обнаружен, меньше пальцев на одной руке. Вот до сих пор. Судьба гуманоида, если он действительно находился на месте крушения, неизвестна и сегодня. Ряд исследователей не исключает, что он был отправлен обратно. Ведь спустя два года над этим же местом появилась целая флотилия НЛО. Но это лишь версия о ее достоверности судите сами. Другая не менее загадочная история произошла в 1951 году. В акватории Охотского моря, недалеко от Дальнегорска, советская подводная лодка обнаружила неизвестный подводный объект. Гигантский диск с большой скоростью двигался к материку. Пограничный корабль получил приказ на сброс глубинных бомб, что и было сделано, но диск резко ушел в глубину а в 1958 году произошло катастрофическое землетрясение в Охотском море. Сейсмологи зафиксировали подвижки тектонических плит и образование на морском дне гигантской трещины, а в военных реестрах появляется подводный секретный объект с кодовым номером 27 дробь 120. Было обнаружено нечто под грунтом под землей Охотского моря, и это нечто невозможно было вывести куда-то перевести, потому что или оно было огромное, или оно было настолько стационарное, смонтированное, что не демонтировалось. Было принято решение изучать это нечто прямо на месте. Все давали подписки страшные, неразглашения, это все настолько грифовано, что тайна за семью печатель. были созданы беспрецедентные меры безопасности. Работы курировали несколько закрытых НИИ и воинских частей. Объект попытались максимально изолировать, построив над ним непроницаемый купол. Известно, что там находится ядерный самоликвидатор. То есть, это настолько что-то страшное, опасное, что это нужно было в случае чего просто уничтожить, выжить ядерным взрывом. В конце 80-х после посадки НЛО в Дальнегорске произошла утечка информации, которая пролила свет на этот засекреченный подводный объект. Оказалось, что на морском дне находится дискообразный подводный аппарат внеземной цивилизации. Сегодня поиском обитаемых планет занимаются астрономы. С помощью телескопа Кеплер они обследовали уже 100 тысяч звезд типа нашего Солнца в поисках планет, похожих на Землю. Оказалось, что только в нашей галактике их не менее 300. Но можно ли говорить, что там существуют цивилизации, способные совершать межзвездные перелеты? Чтобы расставить все точки над И, была предпринята отчаянная попытка узнать правду. В 1974 году астрономы отправили в открытый космос послание. Там в двоичном коде была фактически изображена картинка, где было много параметров земной жизни указано. Форма телескопа, в кратере Аресиба, который посылал этот сигнал, устройство Солнечной системы, схематически, конечно, Солнышко, вот 9 планет, вот 3-я обитаемая, так сказать, это вот Земля, двойная спираль ДНК, которая для нас основной является, все химические элементы, из которых состоит наша белково-нуклеиновая жизнь, составы там основных аминокислот, и, наконец, человечек, даже, так все, масштабы, значит, частота, на которой с нами можно связаться. Ну, вот такая, вот, значит, вот картиночка такая получилась. Вернулась через 30 лет, в 2007 году, в городстве Гемшир, местечко Чиболтон, где стояла радиообсерватория одна, на поле на Пшеничном возникла точно такая же картинка, почти такая же картинка, то есть структура такая же точно, но почти. Вот, например, три спирали ДНК, устройство приема не в виде такой параболической антенны, а в виде какого-то лепесточков каких-то, и у них планета звездная, так сказать, система звездная устроена так, что три планеты обитаемы вот в их системе, не одна, как у нас. И вместо углерода у них там добавлен кремний, кремний органической жизни, значит, у них там аминокислоты другие, три спирали ДНК, и человечек, он меньшего роста, с большой головой. После этого случая исследователи НЛО заявили, космос обитаем. У них появился повод настаивать, что Землю периодически посещают инопланетяне. Вот только говорить о том, что человечество изучает пришельцев, слишком самонадеянно. Скорее наоборот, это человечество у них под прицелом. Если это действительно правда, то перед нами встает вопрос, чем же привлекает инопланетян Земля? Во время аварии на Чернобыльской АЭС несколько объектов зависли над четвертым энергоблоком. А эти сигарообразные НЛО попали в фокус телеобъективов во время аварии на Фукусиме. Не правда ли любопытная закономерность? НЛО появляются там, где случилась экологическая катастрофа. По словам многочисленных очевидцев, неопознанные летательные объекты появляются у хранилищ химических и радиоактивных отходов в районах атомных электростанций и на военных полигонах везде, где происходят испытания особо опасного оружия. Анализируя места появления НЛО, можно понять, где произойдет очередная техногенная катастрофа и какие территории терпят экологическое бедствие. Исследователи аномальных явлений наносят на карту так называемые треугольники. Зоны, где часто видят НЛО Бермудский, Пермский, Самарский, Приморский. И никто никогда не задумывался, почему эти места беспокоят инопланетян. От нас зависит очень многое. И высшие цивилизации, которые тоже существуют рядом с нами, они не хотят, чтобы человечество деградировало и стало угрозой для целой цепочки взаимообмена цивилизационного. Поэтому они нас как детей еще охраняют, не дают нам гранату, не дают нам технологии, которые могли бы сильно повредить не только нам, но и другим уровням, другим мирам. Поэтому то, что мы имеем, надо уметь обращаться с этим материалом и не претендовать на сверхтехнологичные какие-то вещи, иначе мы станем реальной угрозой для других миров. Диспетчер кавалеровской радиолокационной станции Сергей Непомнящий отслеживает движение воздушных судов над Дальним Востоком. Именно он был на дежурстве в тот день, когда на экране радара появился неопознанный летающий объект. В нашей зоне действия нашего локатора появился объект порядка 50 километров шириной и 80 километров длиной. И он отвечал на все виды запросов, которые выдавал наш локатор. Гигантское облако было запеленговано ровно в 15.00. Оно двигалось со скоростью тысячи километров в час с юга на север. Попытки идентифицировать объект закончились неудачей, и сотрудникам радиолокационного центра пришлось запрашивать помощь коллег. Звонили в Москву, узнавали, что там есть какие-то испытания, может, какие-то учения, что-то идет. В воздухе по управлению воздушным движением диспетчера говорят, у нас ничего нет. Военные диспетчера говорят, у нас тоже ничего нет. Все говорят, что у нас ничто не летает. Так мы не определили, что же это такое было, и мы просто как специалисты были в тупике. Сотрудники Кавалеровской радиолокационной станции к аномалиям привыкли. Рассказывают, что на Дальнем Востоке есть зона безмолвия. В ней теряется радиосвязь с самолетами. Ее называют Приморским аномальным треугольником. Когда самолеты заходят в зону аномального треугольника, они исчезают с экранов радара. Когда выходят, появляются вновь. А теперь внимательно посмотрите на карту, где отмечены границы аномального треугольника. Дальнегорск, где произошла заинтересовавшая нас посадка НЛО, находится в самом центре. Похоже, появление НЛО в этом месте не случайно. 2001 год. В Приморском аномальном треугольнике выпадает кровавый дождь Чугуева-Кавалерово-Дальнегорск. Крыши домов и балконы, деревья и дороги были покрыты слоем красноватого порошка. Масса осадков в Дальнегорске составляла 40 килограммов на 100 квадратных метров. Почему это пришелец из космоса, а не из пустыни Гоби, как некоторые товарищи полагают, значит, по наличию вот таких артефактов. Вот здесь мы видим с вами, видите, вот такие своеобразные стеклянные волосики, да, это так называемые волоса-пиле, которые образуются при взрыве метеоритного вещества, при электропробое. Это доказательство того, что оно все-таки проходило атмосферу, ну, вроде бы, как проходило. Но от инопланетной версии вновь пришлось отказаться. В составе красного вещества, выпавшего в районе Приморского треугольника, были опасные, но вполне земные элементы, тяжелые металлы и свинец. Вот уже более века здесь ведутся промышленные разработки свинца. Вода и почва в долине реки Рудная буквально просвинцованы насквозь. Местное население поголовно отравлено. В конце 80-х Дальнегорск терпел экологическое бедствие. Возможно, именно этот факт привлек к нему внимание инопланетян. 1987 год. Ранним утром над городом появляется целая флотилия НЛО. За летающими тарелками следил весь город. У нас появилось где-то с 9 до 12 до часу ночи 38 объектов. Одни были по размерам самолету 154, вторые были в виде диска, третьи были вообще какой-то треугольной формы непонятной с иллюминаторами и так далее. Большая часть их освещала землю мощными прожекторами, в частности его центр города и химкомбинат и так далее. После этого случая экологическая ситуация в городе начала выравниваться. За последние 30 лет уровень загрязнения снизился настолько, что речь уже идет о том, чтобы в реке Рудная нерестилась рыба. Что это? Удивительное совпадение или результат контакта с внеземной цивилизацией? Остается добавить, что сравнительно недавно, когда наши корабли уже вовсю утюжили космическое пространство, ученый мир усилиями великого британского ученого Стивена Хогинга неожиданно задался вопросом. А готовы ли мы к контакту с внеземной цивилизацией, если он произойдет? И ответ оказался отрицательным. А что мы хотим? Сегодня человек, как и тысячи лет назад, воюет, убивает себе подобных, засоряет планету и живет в плену своих предрассудков, мало задумываясь о будущем. В самом деле, что мы можем предложить межзвездному сообществу, даже если оно само однажды пожалует к нам в гости? Загадки цивилизации. В этой новой книге ответ на вопросы. Существуют ли достоверные свидетельства посещения Земли инопланетянами? Каким станет человек будущего и кто населял нашу планету до нас? Ищите в бумажном варианте или в интернет-магазине лабиринт.